Этот эксперимент провел еще в 2006 году канадский блогер Кайл Макдональд. Обычную красную скрепку для бумаги обменял на двухэтажный дом с тремя спальнями. Не сразу, этапов было много. Принцип прост, скрепку предлагают обменять на любой ненужный, но более ценный товар. Потом полученную вещь еще на одну, более дорогую, и так по цепочке. Повторить эксперимент Руслан Чистяков решил несколько лет назад. Тогда мужчина работал слесарем на заводе. Ждали пополнения в семье, цель пришла сама собой, нужен большой дом. Мне не давали ипотеку, ну, семь раз. Мы с женой ходили, у меня жена беременна, я работаю официально на заводе, и мне не одабривают ипотеку. Сем раз, вы представляете, у меня прямо злость была. Как можно не давать? Я вообще не понимаю, из-за чего, причем причину не объясняли. И это стало дополнительной мотивацией. Руслан вместе с другом Виктором купили набор красных скрепок, таких же, как у Кайла Макдональда. С первой и началась игра. Предложил обмен своему коллеге с завода. Борь позвонил, он сварщик, короче. Я ему говорю, Борь, только мне не говори на что. Я вот тебе скрепку, ты мне что-нибудь подороже. Ну, не жалко же, как бы он. Ну, все, давай. Окей, договорились, я к нему приехал, появились карандаши у меня, набор цветных карандашей. Карандаши себе не оставил. Обменял их на портативный зарядник, его, в свою очередь, на старую радиостанцию и набор микрофонов. На протяжении всего пути Виктор был рядом. Он, режиссер, решил, что игру превратит в творческий проект. У меня лично интересно то, что я хотел с ним сделать блог, и у Руслана есть потребность сниматься. То есть, и получилось так, что, ну, я, наверное, убил двух зайцев для себя. Потому что, с одной стороны, он снимается, ему хорошо, я получаю проект, то есть, и у меня тоже опыт. Виктор снимал видео, публиковал серии в соцсетях. Они быстро набрали популярность, привлекли большое количество подписчиков. Руслану даже стали поступать предложения на обмен из разных городов. К примеру, радиостанцию обменял на майкл-хоккеиста с автографом. Потом поступило новое предложение. Мы готовы обменять твой PlayStation и форму «Ермак» на земельный участок. Потом и этот участок обменял на кусок земли побольше. Земельный участок площадью 10 соток. Находится в Ангарске. СНТ – Новый век. Почему я поменялся? Потому что он больше. Рядом лес. И здесь можно получить прописку. Так произошло еще несколько обменов. В итоге сейчас в руках у Руслана сертификат номиналом в 500 тысяч рублей. Эту сумму мужчина может использовать на строительство или ремонт жилья. Срок действия документа закончится в 2023 году. Люди продолжают отправлять предложения на обмен. Иркутянин выбирает наиболее выгодное для себя. И сейчас я продолжаю свой путь, меняюсь до тех пор, пока не получу дом. И это главная цель игры. Кроме того, у Руслана появились новые. Мечтает профессионально заниматься рекламой. Ради этого даже уволился с постоянной работы на заводе. Мужчина считает, что благодаря усердиям получит желаемое. А та самая ипотека больше не требуется. Дарья Макарова, Артур Рощупкин. Новости сейчас. Давай меняться!